Бытует такое мнение, что древние люди это пещерные люди. И сам термин пещерный человек это фактически нераздельные такие слова, которые одно без другого даже и не звучит. То есть, как известно, в ледниковое время все были пещерные, шерстистые, гигантские, саблезубые. Ну вот и человек примерно из той же серии. Однако это не совсем правильно, потому что пещерный человек был пещерным там, где были пещеры. Как бы это, с одной стороны, очевидная банальнейшая истина, а с другой стороны, почему-то не всем ясна. Пещер вообще в природе не так много, а пригодных для жизни и того меньше. В немалой степени расцвет, скажем, археологии, палеоантропологии французской обусловлен как раз тем, что во Франции пещер много. Это все-таки довольно гористая страна, там Пиренеи у них есть, там Альпы рядышком. Там куча пещер, навесов, гротов, причем часто это даже не какая-то глубокая пещера, а просто навес, который от дождя закрывает. И там легко искать. Это не значит, что там люди жили, но там ничего никуда не девается. То есть, если люди бросили что-то в пещере, скорее всего, оно там так и пролежит следующие 100 тысяч лет. И мы там это можем легко найти. Оно никуда не денется, потоками воды не вынесет, реки там не текут, дожди туда не попадают. Оно так тихо, мирно будет там лежать. Поэтому в пещерах хорошо искать, но на самом деле в пещерах не очень хорошо жить. И в древности тоже прекрасно это люди понимали, чему свидетельствуют местами, например, каменные выстилки, когда они пол выстилали камнями. Ну там, может, не так глобально, но местами даже и довольно основательно. Мастили, потому что ходить по раскисшей грязи холодной, босыми ногами, а все следы ног в пещерах нам известны, они босые. То есть, ходили они босиком, это как бы не очень приятно. В пещере Лазаре, например, во Франции, еще со времен неандертальцев, даже еще при неандертальцев, по сути, найден навес около стены пещеры. То есть, они из шкуры каких-то жердей соорудили навес, выслали это шкурами, там остались лапки песцов, например. То есть, видно, что это шкурки лежали, и органика перегнившая сохранилась. Там даже какой-то химический анализ делали. Потому что неприятно жить в пещере, когда на голову то капает, то какая-то шуга сыпется. Там холодно, сыр, и вообще как бы неприятно. Например, когда я, будучи 20 лет, копал в Денисовой пещере, за месяц раскопок у меня уже начали болеть кости. Хотя я был совершенно здоровый, и я там не жил, в общем-то, в пещере, жил я в домике. Но пребывание каждый день в этой пещере по сколько-то часов уже как бы сказалось на мне и не лучшим образом. А если там жить постоянно, это очень как бы не здорово, потому что мы видим кости, например, пещерных медведей с артритичными разрастаниями, которые там зимовали, да, полежи там зиму в этой пещере, и там все кости идут вот такими буграми. И неандертальцев, потому что почти все неандертальцы, найденные в пещерах, ну если у них маломальский большой возраст, лет там под 30 хотя бы, они все с артритом поголовно. Они все со скрипом уже двигались, ну и больше 50 лет они и не жили. И тех, которых от 40 до 50, их там раз-два общелся, там человек 3 наберется на всех неандертальцев. Ну вот так что в пещере жить нехорошо, поэтому пещеры использовали на самом деле как просто убежище от дождя. Вся основная жизнь проходила, если даже пещера была, на привходовой площадке. Поэтому археологи, они копают часто не пещеры в основном-то, а привходовую площадку. В пещере банально темно, там как бы даже если развести костер для освещения и для тепла, там этот дым будет скапливаться, вентиляции там, как правило, нет никакой нормальной, вентиляторов они еще не забрели, и там просто можно задохнуться банально. Поэтому жизнь вся шла рядом с пещерой. Ну когда пойдет дождь или снег, можно зайти под своды и там пересидеть. Использовались пещеры как погребальные места, там здорово хоронить. Это да, сплошь и рядом. Использовались как какие-то места совершения ритуалов, чему из времени уже сапиенсов, кроманьонцев мы довольно много примеров знаем. Где святилище, не только с наскальными рисунками, а с всякими черепами медведей на камнях, с фигурами каких-нибудь бизонов налипных, там еще что-нибудь такое, какие-то инициации, там что-то такое происходило. Ну при инициации мы, например, знаем, что там следы босых ног детей, которые там что-то плясали такое. А иногда играли, кстати говоря, такие следы тоже есть. Но пещеры-то есть не везде. Поэтому большей частью, где люди жили, они жили на открытых пространствах. Человек возник как существо, живущее в саванне, и человек, он хорошо себя чувствует на равнине. Поэтому люди так любят приволье, там свежий воздух, открытое пространство. Ну кто как, конечно, там люди разные. Какие-нибудь пигмеи со мной, наверное, поспорят. Но тем не менее подавляющая часть населения планеты живет на равнинах. И даже когда равнины нет, а есть густой лес, то все берут топоры и пилы и делают из этого леса равнину и степь. Так что когда люди расселялись за пределы Африки, они первым делом занимали такие же биотопы. То есть они тоже расселялись по саваннам и до Индонезии в одну сторону, до Испании в другую. И у нас в стране на русской равнине огромное количество стоянок на совершенно открытой местности. На Украине, в какой-нибудь Воронежской области, где угодно абсолютно, Брянской, Московской. То есть это, как правило, поймы рек. Причем часто селились в местах, откуда хороший вид на самом деле. Это самый простой способ найти древних людей, найти самый красивый мыс над рекой. И там гарантированно будет какая-нибудь стоянка, начиная с каменного века и кончая древнерусским поселением. Потому что люди всегда были не дураки, у них чувство прекрасно с какой-то момента появилось, ну еще там сархантропов каких-то. И они находили высокое место, во-первых, там красиво, а во-вторых, оттуда видно хорошо. Потому что если какие-нибудь бизоны кочуют, надо их засечь издалека, потому что бизоны и всякие северные олени, лошади, звери чуткие, и они не хотят, чтобы их съели. Поэтому желательно их засечь за много километров, а система разведки у них не очень была, видимо, поставлена. А с бугра видно. Поэтому в Зарайске, например, стоянка классика жанра. То есть это огромный мыс над рекой. Речка Осетр, она не очень большая, там метров 20 на ширину или там около того. Но когда идешь снизу вверх к этому мысу, такое впечатление, что на побережье моря выходишь. То есть там прямо пустое место, такое ощущение, что там реально как морской горизонт. Вот они там поселились. И неспроста в этом же месте стоит и Кремль Зарайский, который уже там 17-го что ли века, или там уж пораньше немножко. Но просто люди по тем же критериям выбирали. Это не значит, что это преемники охотников на мамонтов были в 17-м веке. Но у них были те же критерии. И то же самое в Костенках, например, в Воронежской области. Тоже там система мысов вдоль реки. Вот они там сидели. То же самое в Брянской области. Все окраины Брянска. Там сплошь на каждом бугре по стоянке. От Хатылева, там всякие там и прочее. Бетова. То есть это от неандертальцев, причем даже не только сайпенцы. Место, откуда хорошо видно окрестность. И расселение шло тоже в основном по рекам. И в древности, судя по всему, и по современности. Потому что дорог не было, само собой. Поэтому расселялись летом на всяких лодках. А лодки у них, видимо, были. И зимой по льду. Тоже прекрасная дорога. Это, кстати, было шикарно показано для древнерусского населения. Уже там это не каменный век, а более позднее время. И для современного населения. Например, антропологические данные по русским показывают совершенно мозаичную картину распределения конкретных признаков. То есть, ну там, цветность, волос, глаз и так далее. Там форма лица. Она чуть-чуть как бы отличается местами. Но никакой связи вроде бы нет. А Василий Евгеньевич Дерябин, он посчитал это дело на карте. И оказывается, что типы есть, они очень логичные, только не по рекам. Потому что всегда все браки совершались по рекам. А если две реки параллельно текут, между ними общения может и не быть. А по речкам, да, вот они на лодках плавают, по льду ездят на санях. И в каменной веке, видимо, история была примерно та же самая. Но только с той проблемой, что для каменного века нам это гораздо труднее уловить. То есть, современных людей мы едем и просто наблюдаем и измеряем. И там как-то исследуем их. А от каменного века у нас остались обрывки и затрывков. То есть, если у нас одна стоянка здесь, а другая стоянка здесь, и между ними 5 тысяч лет, то сопоставить их бывает проблематично. Но местами плотность населения была довольно приличной. И у нас есть большие последовательности. Поэтому, например, для русской равнины, где много работали 100 лет археологи, нашли огромнейшее количество стоянок. Там достаточно подробно это восстановлено. И видно разные территории, как бы хозяйственно-культурные. То есть, допустим, западнее охотились на северных оленей. Там южнее на бизонов, севернее на мамонтов, где-то на лошадей. И вот, значит, они между собой как-то там контактировали. И, например, иногда группы с равнины, где было много мамонтов, уходили туда, где много северных оленей, на территорию Молдавии. И там пытались охотиться на мамонтов. То есть, культуру сохраняли ту же. Мамонтов там было меньше, зато они были не шуганные, потому что все местное население охотилось на оленей. И какое-то время вот они держались. Но, что было удобно в Верхнем Палеолите, что у них не было никаких преград. У них не было барьеров, границ, таможен, паспортного контроля, загранпаспортов. Они могли сняться и уйти куда угодно, в принципе. И примеры этого мы имеем. Допустим, культуры, опять же, вот Костенковские и какие-нибудь там Мальтинско-Бурецкие в Иркутске, они по многим параметрам очень похожи. То есть, не то, что это одно и то же, но близки. То есть, это говорит, что от Иркутска до Воронежской области, а на самом деле и дальше, там, в ходе Австрии и Германии, это был проходной двор, и они шлялись зад-вперед. Иногда это мы устанавливаем на примере каких-то предметов, которые не в том месте найдены, откуда они взялись. Ну, как-нибудь раковины каури в тех же Костенках, которые морские раковины, откуда же вот они их притащили. Или там кремень какой-нибудь специфический, который за 30 километров из Франции до Италии несли, и там еще и так далее. Примеры есть. А иногда и по самим людям. Например, самый шикарный, на мой взгляд, пример, это пример из Дольних Вестонец. Дольних Вестонец 35, это обломок бедренной кости, по которому сделали палеодетологический анализ, и оказалось, что человек питался в основном морской пищей. Но Дольних Вестонец находится в Чехии. Если посмотреть на карту, это фактически центр Европы. И там до ближайшего моря очень не рядом, мягко говоря. А в ледниковый период берег был еще дальше, потому что уровень океана был ниже. И это значит, что это конкретный человек, который прошагал, видимо, от Адриатического моря, оно ближе всего, а может, и друг другу, Бог его знает, до середины Европы. И северно-севернее он там особо и не мог пройти, потому что там уже ледники лежали. То есть люди были очень подвижны. И к пещерам они были привязаны минимальнейшие. Поэтому древний человек это гораздо более интересное существо, чем представляется в каких-то таких стереотипах.